Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами я Жек, и у нас уже третья глава в офигенной игрушечке Столпы Земли. И у нас какой-то заговор, мы отправляемся, наверное, Филиппом, отправляемся к епископу, а за нашими спинами наверняка будет какой-то заговор. Ладненько, посмотрим, что нас здесь окружает, это на тропу, могу ли я вернуться? Я хочу помочь, я должен остаться. Это что такое? Дворец, я не могу, что? Меня постигнет неудача. А что, если я преуспею? Мне здесь не место. Его терзают дикие сомнения, огромного количества мыслей лезут ему в голову, а вдруг у него ничего не получится, а вдруг, а вдруг, а что если? Запасом сен, нам бы пони туда отвезти. Я простой банан. Его не заботит ничего, ни каменные дворцы, такие полузамки, ни его пони, ни сено, ни яблоки, ничего. Его заботит только вопрос, а что если у него ничего не получится? И мы на утро, кажется, сюда приехали. Откашляться? Чего я так волнуюсь? Он лучше меня разбирается в таких вещах. Опа. Здравствуйте. Как я могу тебе помогать? К епископу. Я пришел, чтобы увидеть бисепа. Кто могу сказать, что бисепа посетит? Я приорли с нового обития, так, я филипп... Ну, приорли с нового обития, наверное, да, это будет, ну, так лучше, ну, по чину. Типа, есть какое-то очень важное дело. Открыть настоящую причину, давай. Да, но бисепа может быть able to stop it. А что, ты меня даже не впустишь, что ли? Серьезно? В основном никакого зала ожидания нету, ты меня даже не впустишь никуда. Мне не нравится, что меня вот так вот... ...оставили. Пойдем, яблочко хоть возьму. Пони покормлю. Да взять яблоко, что такое, что... ...давайте пойдем покормим пони. Я думаю, ну, надо, мы сюда сколько ехали, неизвестно, как далеко находится этот. Вот, кушай. О, хорошо. А больше я не могу взять? Еще покормим. Ну, еще покори мне разочек. Опа. Да-да-да, иду. О, меня послали. Слуга позвал. О, это хорошо. Мне не нравится только подзаголовок этой главы. Он называется Заговор. Вот это плохо. Это плохо очень. Опа. Здравствуйте, епископ. На рассвете рано приехал, они уже не спят. Молодцы. Ну, монахи тогда вставали очень рано. Пожалуйста, позвольте мне. Нервничай. Ты мне информировал, что ты был предел... Сент-Джона в лесу, правый, reverend. Тогда ты должен быть Филиппом Гуинев. Я удивлял, что ты знаешь мой имя. Как бисепт, я был экс-официо-абботом Кингсбрича. Так, я обязан принять интерес. Ну, Бог блесил нас в Сент-Джоне. Ну, что там, наладим. Тимофей сказал, что ты говорила о... ...на войне. ...опомянуть графу так, как следует... ...откашляться, чтобы очистить горло. ...помолять нового крылья. Давайте откашляемся, нормально. Можете не торопиться. Главное, не упоминать его брата. Нового короля. Я надеюсь, что ты знаешь, что Стивен Блоуа... ...какалил крылью Ингландии... ...за благословения церкви. Уже? Я слышал о планах и ожиданиях. Это очень хорошо. Я встретил Стивена. Как бисепт, я очень много в политике. Конечно, церковь никогда не может быть вовремя. Ну, да, да. Теперь... ...как ты знаешь о этом? А, твой брат Франсис работает за Эрла Роберта Гластера, да? Не-не-не. Он тебе сказал? Не-не-не-не-не-не. Согласиться, сказать правду. Что? Вот так нет, шеш. А, солгать. Солгать, солгаситься. Нет, господи, я перепутал. На моем пути к Кингсбриджу. К сожалению, я редко вижу моего брата. Два должны быть очень busy, действительно. Ты говорил о войне. Скажи мне, Филипп, почему ты здесь? Я не ошибся, чтобы пришли к тебе, мой бисепт. Может быть, я должен был принятый леттер к шеррифу Шайринг. Устас неудобно, арогант, граспинг и корруппинг. Так все шеррифы. Филипп, как ты получил эту леттер? Нет, не упоминать. Брат не просил, вообще никаких слов не говорить о нем. Да, он покоится с миром. Он не предупреждал, что все, чтобы быть уничтожен. Опа. Ты знаешь о том? Это он приказал жить. Немного премьера Ремиджиас говорил это once. Я спросил их не уничтожен, чтобы уничтожен Джеймсу книгу. Браты согласились. Походу, тут заговор похлещий, блин. Тимофей, уничтожен нас. Тимофей. И ты нашел что-то еще? Нет. Нет, только письмо. Что-то не неразь. Но это не работа Бога, но и Эрла Барфоломю. Ты действительно человек, который я слышал так много. Я не знаю, друзья мои. Попробуй, чтобы мы можем поставить к плану Барфоломю Барфоломю, пока не слишком поздно. Ты делал благословую вещь для нашей церкви, бр. Филипп. Благословую вещь, действительно. Это был действительно смелый поступок. Ну да, это не касается, как бы. Блин, ну капец. Это действительно как на допросе сидели. Немножко понравилось даже. Пощекотало нервишки, чтобы еще и братца-то не заложить. Все, мы можем отправляться домой. Ух. Ура! Я надеюсь, я предотвратил войну. Сколько же здесь стен? Неужели, епископ часто бывает? Гости. Мне надо идти. Возьму еще яблочки для пони. Я думаю, не против никто не были. Не стоит жаднить. Ладно, пойдем. Сядем на пони, да, поедем. Пора возвращаться. Так, уехать, не покормив пони. А сеном покормить, что ли? Не уезжать. Подожди. Могу ли я сено взять? Немножко. Они же едят вроде бы как немного, да? Давайте возьмем. Хотя мне никто не разрешал. Я тут яблоки, сено нагребаю. Где зима вот-вот, знаешь, как бы. Моя пони должна быть съедена. Я просто возьму немного сенья? Да, взять, взять. Моя пони должна быть съедена. Очень странно, что мне никто не предложил, да? Пони покормить и так далее. Вот это как бы, ну, некрасиво с их стороны. Это... Здесь живет епископ. Принимает, так сказать, различных гостей. И я, типа, не настолько важный гость, чтобы моего пони покормить. Нормально? Я приор. На, покушай. Вот и хорошо. Все, поехали. Пора домой. Только не говорите, что закончилась еще одна глава. Пещера. Нет, эта глава продолжается. На утро. Я взял достаточно. Так, и мы можем погулять, да? Взять, может, какие-то вещи из дома? Так, а что у нас тут? А, вон девочка Марта. Она спряталась. Она не хочет. Она, наверное, грустит по матери. О, лук. Нифига. Лук это замечательно. У нас появился лук Элен. Это, наверное, наша мать. Ну, понятно. Они охотились безнаказанно в лесах. А эти леса полностью принадлежат короне. И за это, как бы, их преследовало. Ух ты. Мальчик грустит. Ну, я что-то взял. Я взял Кукрул. Карла Великого. Ну, там что-то еще выпало. Нет? Очаг. Я оттуда взять ничего не могу. Не могу, да? Книга нет. Марта? А вот и она. Пообщаемся. По матери грустит. Наверное. Они looking for you. Я не хочу уйти. Это так опасно. Я не хочу再 разрушить. Я не хочу再 разрушить. А почему бы и нет? Я буду. Папа обычно защищает меня. Но он не может всегда быть рядом. Но он тоже нужно обеспечить себя. Верно. Да, и тебе стоит научиться защищаться. В любом случае пригодится это. Никогда не малая. Нормально. И я не хочу остаться здесь, где это безопасно. Отдать ей соломанную куклу? А давайте дадим. Почему бы и нет? Ну, конечно. Ну, конечно. конечно и т.к. а не оправдан смарт ммм а м а автостейстов м м м да на весь лес идет она здесь не в т.к. м И наши путешественники решили оправиться в Чуд Форест. Винчестер, Барф, Салсбри. А я становился все тише и тише. Он уходил из знакомых ему мест. Так, я так понимаю, это дворец епископа. Ага. А нам вот сюда, куда-то нужно, да? Ну, это очень странный путь. И мы обойдем какую-то деревню. Ну, в любом случае, пошли. Шеринг. Каменоломня. Ну, мне совсем не нравилось. Через город мы, либо мы отправляемся поговорить с епископом, либо мы направляемся к городу. А толку, что мы пойдем к епископу? Я этого не понимаю. Я считаю, в город лучше пойти. Блин. Блин. Идти так, чтобы было той семье хорошо, или этой? Вот, да? Вот постоянно, да? Ух. Я чувствую, мы потеряем мать. Джека, да? Ладно, пошли к епископу. Не, мы тут. Они сразу догадали, кто мы что. Что у его епископа дела в Кингсбриджском монастыре. Вот это, как бы, понимаешь, тебе бы тоже туда пойти. Там нужно, как минимум, строить монастырь, да? И это Эрлскал. Нам туда и нужно. Давайте все туда и отправимся. Не пойдем в город. А мы уже не можем идти в город. Пошлите в Эрлскал. Мы могли пройти через город. Но, по крайней мере, мы узнали, что епископ тоже поехал сюда, да? Замок графа Барталомьо. Это нет, это другой замок. Да нет, я не туда попал. Да, я же не туда пошел. Блин. Вот это плохо. Ну ладно, куда пришли, туда пришли. Барталомьо. 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 в какой-то город старайтесь но он нас типа принял она я вот папа вот сентября шум пайпул донодай не дымайся на целую щелку но как это волос он манкин билдный тая хаос а вот и сэй на мотиком и дай стройте фа далеко не уходи Вот Альфред, дайте мне что-нибудь поесть. И сел, да? Нет бы пойти что-нибудь добывать. Колодец. Могу я посмотреть. Джек, будь осторожным. Не отходи слишком близко. Нормально, ма. Все хорошо. Так, это Марта. О. И это замок? Я ожидал увидеть, вроде, нащепощеры. А не огромную груду камней. То есть я не могу, да, посмотреть мне, как взаимодействовать. Ладно. Идем. Поболтаем. Опа. Че он от нас хочет? Пожать плечами. Ничего не думаем. Ну, дайте мне сказать вам что-нибудь. Он может быть красивым, но он действительно не обиделся о нем, но он себя. Что-то, что ты делаешь, он не обиделся. Он просто поднимет тебя в свою собственную мизерию. Так, возьмите мой совет. Если ты и твоя мама хотят оставаться, то лучше научиться остановиться и поставить себя в секунду. Альфред не любит твоего папа. Что? О, может быть, если папа знал, то он мог бы сделать что-то об этом. Он не говорит с Альфреда так много. Понятно. С ней поболтаем. Можно? Нельзя? Трестан и Эльзольда. Трестан и Эльзольда. Да, девочки, но в то время хотели быть похожими на принцесс. Так, у нас получается уйти только отцу. Ну, пошлите погуляем. Опа. Странно. Общается с чем-то. Ха, понятно, обсуждаю, как всегда. Так, подняться на стену, вернуться назад, вернуться назад и пересечь двор. Войти на стену. Опа. Армуль. А я могу сюда дойти? Аж сюда. Вот, с рыцарем поболтать. Пойдем с рыцарем поболтаем. Оп-оп-оп, меня не видно. И они пускают так на стену, спокойно, детей. Ну, наверное, да, наверное, что он сделает-то. Хотя. Пойдем с рыцарем поболтаем. Тоже рыжий. Здрасте. Что тебе нужно? Ты просто стадись там и стякаться? Хорошо, тогда, давайте посмотрим, что у тебя есть. На что ты способен? А ты рыцарь, да? Хе-хе-хе. Ты не говоришь? Нет, ничего не делать. Подожди, вот-вот. Смотрим. 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 Давай, давай. Ничего не делать. Давай. А, ты молодец. А, ты молодец. Понятно. На королевских оленей, да? А, спроси, ты рыцарь-то или нет? Если б я только знал. Будет война или нет? Почему ты спрашиваешь? Хорошо, давайте расскажем тебе секрет. Можешь держать секрет? Какая цвета твоя шутка, парень? Ха? Эм... Молча смотреть... Молча смотреть... Коричневая... Ну, но... Че? Ладно, молча смотреть. Молча, да? Считается, как ты можешь держать твою mouth shut after all. Ты хочешь быть на самом деле? А, просто скажи слова. Что твоя секрет, Катфейс? Что твоя секрет, Катфейс? Ну, ладо, ладо, ладо. Молча, ладо. Какой ладо. Мы все будем борьбы скоро. Это для того, чтобы объявляться. Видите, все эти knights объявляться к одним человеком, и он объявляться к другому. И он объявляться к еще другому, а женщине, которая правильная курина Англии. Для некоторых, здесь объявляться все о том, что я доверяю, кто я доверяю, кто я доверяю до смерти для всех правильных причин. В смерти, вместе с уверенностью и вероятностью, это то, что держит этот мир вместе. А-а-а. Так, вы понимали мой маленький секрет? Хорошо. А тебе нужны каменщики? Вот лично ему, да, рыцарю. Очень нужны каменщики. Я? Ну, эти послужины могли использовать свежую курицу или два, но, apart from that, я не знаю о том, что строить, и я не хочу. Все, что я об этом, это хороший, стердый пол, и какой-то холодный тар, чтобы держать моих врагов. Это напоминает мне историю. А, давайте послушаем историю. Может, что-то интересненькое расскажет. О-о-очень быстро пролетело. Очень быстро пролетело. О-о-очень быстро пролетело. О-о-очень быстро пролетело. И это не всегда в этом случае это был их старый вэл, barely standing up. Так, один кик, и все их ручки тумбл, и поверили стердом. А потом, они были без воды. О-о-очень быстрый седж и истории седжей. И ни одного человека не погибли. я нашел глаза на земле и сделал хорошую использовавину этого вэл. Это что ночи делают? Ножи делают много вещй, дядь. И чем закончилась эта осада? Чем вы закончили эту осаду? Понятно. Уйти. Ну спасибо за историю, рыцарь. На этом, наверное, мы сегодня закончим. Мы узнали много интересного от рыцаря и вообще, что война, как люди смотрят, ну скорее всего, будет. Люди ожидают войны. Ну будем смотреть и наблюдать за вообще всем происходящим в этой игре. Всем огромное спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик Впервые на канале, пишите комментарии, ставьте лайки И не забывайте жмакать на колокольчик Это всегда нужно и полезно Всем вам удачи, до скорого, пока